Здесь целая система совпадений. Там, где в ежедневнике Мадлен стоит L в квадрате, у Лайнелла что-то стерто. Ну, если хорошенько присмотреться, то кое-что можно прочесть. Имя Мадлен. Хорошо. Итак, мы знаем, что Лайнелл и Мадлен часто встречались. Но зачем? А он говорит, что вообще никогда ее не видел. А этот адвокат начинает чем-то попахивать. Да, Перл, они точно встречались. Но, уверяю тебя, Лайнелл не способен на убийство. Как ни поверни, ты в проигрыш. Сначала было похоже, что это твой клиент, а теперь твой родственник. Извини, бывший. Ты слышал, что я сказала? Он не способен на это. Уши у меня есть. Хорошо. Проверю. Я должна. Только никому ни слова, хорошо? Хорошо. Думаю, мне придется отказаться от заголовка «Лайнелл Локридж в рак общества номер один». Послушай, я знаю, что ты и Корт небольшие друзья. Возможно, я дружу со многими, но секретную информацию не разбалтываю. Извини, просто из-за этого уже пострадало так много людей. Прекрасно. Посмотри. Взгляни сюда. Мадлен дважды встречалась с этим частным детективом. Знаешь, такой здоровый мужик? Марти Уитмар? Да. Он ведь там был, и сразу после ее встреч с Лайнелл Локриджем. Ведь он, возможно, знает, зачем Лайнелл и Мадлен втихаря танцевали свою танго. Но время встречи совпало. Да, верно. Именно это сказал Цезарь, когда на лестнице его встретили друзья. Да, стоит проверить. Послушай, зацепи Марти, или я сама это как-нибудь сделаю. А теперь лучше уходи, потому что пришла Августа. Я просила ее о встрече. Перестань! В чем дело? Твоя сестра безумарная. Она считает, что мы идеальная пара. Белл, что ты делаешь? Она так не думает. Да что ты. Она считает тебя помешанным, и я тоже. Не воспринимай это как выбыт, а просто исчезни, пожалуйста. Поищи Марти. Сделай одолжение. Держи меня в курсе, хорошо? Убирайся отсюда. И все ваши пожелания, мистер Кэпфелл, на него никак не повлияют. Доктор, если вы представите мою дочь как опасную для общества психопатку, я позабочусь о том, чтобы у вас отобрали лицензию. Отец, доктор знает свое дело. Попытки погубить жизнь молодой девушки называются делом? Отец, успокойся. Я представлю свой доклад судье, и уж от нее будет зависеть, что с этим докладом делать дальше. Всего доброго, мистер Кэпфелл. До свидания, доктор. Когда ты поймешь, что нельзя обращаться с другими людьми так же, как со своей семьей? Мы вынуждены мириться с этим, а другие нет. Не вмешивайся, Мэйсон. Отец, восстанавливать его против нас безумие. Нравится это тебе или нет, но от него будет зависеть судьба Келли. Я прошу только одного, чтобы ей по справедливости дали шанс защитить себя. Как? Сейчас все указывает на ее вину. От тебя не больше помощи, чем от него. Почему? Потому что я смотрю правде в глаза. Отец, я тоже люблю Келли, но не брошу ее в зал суда лишь для того, чтобы ты смог сохранить лицо. Я пытаюсь спасти Келли. Как мы можем это сделать, если в обвинении есть свидетель? Если у Дилана Хартли, по-видимому, не было оружия, а Келли созналась в том, что убила его. Она его не убивала. Возможно, мы с тобой это знаем, но у присяжных может быть другое мнение. Извини, я всю ночь изучал судебные прецеденты. И, насколько я понимаю, у Келли есть два варианта. Попасть в тюрьму или в психиатрическую больницу. Я умираю с голоду. А что ж ты заказала один салат? Ты знаешь почему. Даже если годами считать калории, можешь все потерять, если вдруг расслабишься. Даже с моей изумительной фигурой, все может пойти прахом за один раз. Ты сегодня веселенькая. Очень хорошо себя чувствую. Хочешь, вскочу на стол и спою Мэйтай? Нет, пожалуйста, не надо, я ем. Не очень ты любезна. Да ведь и поешь ты не здорово. Давай, давай, забавляйся. А чего ты такая счастливая? Что случилось? Угадай. Лайнелл? Джулия, он такой внимательный и чуткий. Знаешь, очень странно. Наш брак разрушила София, а теперь благодаря ей мы снова сближаемся. Итак, ты и Лайнелл, вы действительно намерены соединиться? Ну, я еще не готова рассылать приглашение, но это возможно. А теперь скажи, зачем ты хотела меня видеть? Это не к спеху. Ты думаешь, что примирение с Лайнеллом действительно хорошая идея? Ты не считаешь, что нужно подождать? Ждать? Ждать? Ведь именно ты стараешься помирить меня с ним. Зачем ждать? Ну, я хочу сказать, что он такой донжуан. С Софией у него все кончено. Но ведь у него было так много женщин. Джулия. Ты все время жаловалась на его романы и говорила, что не доверяешь ему. Ты уверена, что теперь ты ему доверяешь? Ну, конечно, я не могу доверять, но я знаю, как он ко мне относится. И что я к нему чувствую? Я просто загораюсь, когда он входит в комнату. Позволь мне изобразить придиранную минуточку. Ну, представь себе. Просто предположи, что он недавно с кем-то встречался. Ты имеешь в виду после развода? Да. Не думаю, я точно знаю. Отчего ты так уверена? Джулия, зачем ты это делаешь? Я думала, ты хочешь, чтобы мы помирились. Хочу очень. Просто мне кажется, что ты слишком торопишь события. Перестань, Джулия. Извини, пожалуйста, извини. Я знаю, что это не мое дело. Просто не хочу, чтобы тебе было плохо. Не беспокойся, это не повторится. Кстати, ты не против третьего за столом, как в старые времена? Отец Келли больна. И в таком состоянии у нас нет никаких шансов, что суд ее оправдает. Мэйсон, что ты хочешь этим сказать? Я говорю, что сейчас важно не причинить ей еще большего вреда. Сейчас суд может погубить ее. Я считаю, что самое лучшее добиться, чтобы ее объявили недееспособные. Неспособные отвечать перед судом. И запереть ее в психиатрическую лечебницу? Мы все ее любим. Не один только ты. Но ей нужна помощь. Ты ее видел? Говорил с ней? Ей нужен психиатр. Итак, мы просто от нее отказываемся. Отец, это не так. Мы делаем все возможное, чтобы защитить и помочь ей поправиться. Мэйсон, я знаю, что это была самооборона. Да, и я это знаю. Но нам нужны доказательства. Для этого нам нужна помощь Келли. А сейчас она не может отвечать. Но, по крайней мере, ей нужна не тюремная камера. Я открою. Я открою. Ник? Привет, Мэйсон. Нужно кое-что обсудить с тобой и твоим отцом. Конечно. Ник хочет поговорить с тобой, отец. Да, в чем дело? Сиси, знаете ли вы, что Джастину доктору Мору сказано подальше держаться от Келли? Он не назначен ее врачом. Ему даже запрещено навещать ее. Да, сейчас ею занимается доктор Роллингс. Да, и это ошибка. У Келли с ним нет контакта. Он ей не нравится. По-моему, нужно вернуть Джастину. Она его знает, доверяет ему. Джастин только стажер. Вероятно, они считают, что он некомпетентен. Верно, я это знаю, но раньше он помогал ей. И это ему дорого стоило. Окружной прокурор вытащил его на допрос. Мэйсон, ты не мог бы устроить мне встречу с окружным прокурором? Может, я заставлю его прислушаться к здравому смыслу? Джастин ведь только пытался помочь. Какое-то безумие, что он так влип. Надо попробовать. Я позвоню. Спасибо. Ник, будь осторожен в разговоре, чтобы не навредить делу. Никогда. Пойдем. Каждый день мне удается видеть двух своих самых любимых дам. Какой блеск. Какая красота. Я чувствую себя как вранью. Продолжай, прошу тебя. Какая беспардонная лесть. Не говори так. Я думаю, он от души. Продолжай, прошу тебя. Ну и ну. Дэвид Лоран. Без одежды он выглядит совсем иначе, верно? Это не застегнуто. Похоже, она за всю жизнь не пришила ни одной пуговицы, не заштопала ни одной дырки. Поразительно, как люди выглядят в голом виде, как будто они такими и родились. Эта девушка остановилась в Клейтон Армс, в Аламеде. Я знаю это место. Вообще-то, я не понимаю, зачем ты хочешь с ней говорить. Ты же знаешь, что фотографии поддельные? Да, но она не подделка. У меня есть идейка. Какая? Хорошая идейка. Хотя эти фотографии поддельные, они были знакомы и близки. Хочу выяснить кое-что о Дэвиде. Валяй. И сверху гора салата. Джулия, у тебя такой вид, будто ты подавилась костью. В чем дело? Я забыла. Мне нужно позвонить, извините. Скорее возвращайся. Что ты здесь делаешь? А почему ты так одет? Ты можешь смеяться, но я шпионю на высшем уровне. Да, Мэйсон. Мэйсон Кэппл собирается встретиться с этой цыпочкой. И с ней делались снимки для шантажа. Но ведь они подделка. Он все-таки думает, что они любовники. Дэвид сказал, что между ними ничего не было. Дэвид, с каких это пор ты принимаешь его слова на веру? Я ему верю. Ты веришь, а я привык все проверять. Проверю я это. Посмотрю, чего стоит слово Дэвида. Ладно? Прекрасно, но ты зря потратишь время. У меня есть такое желание. Куда ты, Перл? Августе, я скучал по тебе. Не было ни одного дня, чтобы я не скучал. Ты ужасно не вовремя. Извини. Нет, 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 нет. Все в порядке, я не смущаюсь. Я только что сказал твоей сестре, что люблю ее так же сильно, как жизнь. Свою жизнь. Если бы у меня хватило слов, чтобы уговорить ее вернуться ко мне, я был бы на небесах от счастья. Лайонелл, по-моему, этот разговор не для ланча. Подожди, подожди, одну минуту. Ты адвокат, ты блестящую владеешь речью. Джулия, ну почему ты не подскажешь слова, которые помогли бы мне вернуть ее? Ну ты меня знаешь. Я не люблю торопить события. Не нужно спешить. Если только она кивнет мне головой, мы больше никогда не расстанемся. Шейла Карлайл? Да. Я Мэйсон Кэпвилл. Полагаю, вы меня ждете? Конечно. Заходите. Посмотрите. Вы узнаете эти лица? Майо и Дэвида Лорана. А тела принадлежат другим людям, особенно женское. У меня меньше бедра. Они просто приклеили наши головы к этим телам. Да, я знаю. Один подонок уже пытался меня ими шантажировать. Я сказала, что сама засажу его в тюрьму. Правильно сделали. Некоторые люди ради денег готовы на все. Да, некоторые готовы. Но вы знакомы с Дэвидом Лораном? Да, но не так. А какие у вас были отношения? Мы просто вместе работали, вот и все. Никакой работы по вечерам, никаких обедов. Чисто деловые отношения. Часто уезжали из города? Не очень. Но мы всегда жили в отдельных номерах. Дэвид безумно любил свою жену. Да. Где вы находились, когда была убита Мадлен? В Европе. Большой континент. Да, я это заметила. От Норвегии до Греции обратно. Верно? Где были вы? В солнечной Италии. Я арендовала виллу в Терме. Это на Адриатике. Да, я знаю. Звучит чудесно. Так оно и было. Водопровод не очень, зато сад божественный. Когда вы вернулись в Штаты? К чему это вы клоните? Не волнуйтесь, мисс Карлайл. Вас никто ни в чем не обвиняет. Мне не нравится ваш тон. Другим он тоже не нравится. Обычные вопросы, вполне безобидные. Если вам нечего скрывать. Это так? К сожалению, Августе пришлось уйти. Но это дает нам шанс поговорить. Я нечасто встречался с тобой после развода. Да. Джулия, ты была отличной родственницей. Помнишь свадьбу? Августу и меня. Ты была еще девочкой. Как можно забыть? Я так ревновала ее. Да? И так злилась, что ты ее отбираешь у меня. Как продвигается дело Дэвида Лорана? Есть шанс на его оправдание? Говорить об этом слишком рано. Нужно еще многое изучить. Что так? Масса вопросов относительно последних дней жизни Мадлен. Похоже, она вела двойную жизнь. Она кайфул. А это синоним беды. Ты знал, Мадлен? Си-Си никогда не поощрял мое знакомство с ее родственниками. Это вполне меня устраивало. Она была очень сложным человеком. Извини, Яна, минуту. Нужно поздороваться с приятелем. Это он? Да. Ты уверен, что видел именно его? Это он выходил из бунгало оба раза, когда ты встречался с ней? Абсолютно. Он чуть больше нервничал, был более напряжен, но такой подбородок, который забудешь нескоро. Мы двигаемся быстро. Спасибо, что уделили мне время, мисс Карлайл. Если что-нибудь потребуется, я с вами свяжусь. Конечно. И еще одно. Когда вы так тесно сотрудничали с Дэвидом Лораном, вы встречались еще с кем-нибудь? Вы имеете в виду приятеля? Их все еще так называют? Я, да. Нет, не встречалась. А что? Просто так. Странно. Красивая женщина. Еще раз спасибо. Спасибо.